ДОСТУП К ГОРОДУ Приспособлен ли наш город для людей на колясках? А сейчас отчет об акции от нашего корреспондента Анны Красильщик. Добрый вечер. Вообще эта акция, которая называется «Есть доступ», проходит уже второй раз в Москве. Она проходит в центре Москвы. Ее придумали и организовали Ирина Ясина и журнал «Большой город». Сегодня все началось в три часа у библиотеки имени Ленина, где собрались инвалиды и просто известные люди, которые сели на коляске и направились в сторону Пушкинского музея. Сегодня мы рассказывали об этом неоднократно. Сейчас у нас есть видео, которое мы можем посмотреть. Вот мы видим, как все собрались у библиотеки. Сначала пытались осилить пандусы. У некоторых это получалось, у некоторых не получилось. Сейчас в основном требовалось помощи. Это действительно было очень тяжело. Было много известных людей, в том числе спортивный комментатор Владимир Гусев, актриса Ирина Рахманинова, телеведущая Татьяна Лазарева и многие другие. Я подчеркну, что эти известные люди все были на колясках. Потом все прошли в сторону метро. Это мы видим станцию метро-библиотека... А, нет, Александровский сад. Люди пытаются пройти в метро, ни у кого это не получилось, и наклеили такую табличку со знаком, что инвалидам сюда вход запрещен. Следующим пунктом был Пушкинский музей, в который тоже никому пройти не удалось. Инвалиды могут пройти свободно только в музее личных коллекций, а вот в основное здание ГМИ пройти невозможно. И нужно направлять специальное письмо заранее, если группа инвалидов хочет пройти в музей изобразительных искусств имени Пушкина. Дальше все отправились к храму Христа Спасителя. Там тоже все было непросто, но потом все-таки вот Фекла Толстая, которую мы сейчас видим на экранах, обнаружила путь, по которому можно довольно легко проехать в храм. Сначала, правда, не все поняли, как это можно сделать. И мы видим, как наш эколог Евгений Воскобойников, который участвовал в этой акции, наклеивает табличку, что инвалиды не могут туда пройти. И, наконец, все завершилось в конце остоженки. Все собрались и пустили в небо воздушные шарики. Это было очень красиво и увлекательно. Мы попросили поделиться с вами впечатлением об этой такой интересной, необычной акции некоторых участников. Давайте послушаем, что они нам рассказали. Мы все-таки делаем важное, полезное дело. Мы все вместе. И у нас, ну не сразу, но обязательно все получится. И мы, и доступная среда, и в нашем городе тоже. Несмотря на провозглашенный год равных возможностей, ровнее они не стали. Как были кривыми, так и остались. Кривыми, высокими, непреодолимыми возможностями. Мне страшно понравилось общаться с теми, кто нас сопровождал, кто был нашими гидами, то есть с людьми, которые постоянно вынуждены так жить. И их доброе настроение, их хорошее настроение, их юмор. Вот это то, что скрашивало те два часа, которые мы провели в этих креслах. Спасибо большое, Аня, за этот рассказ. Ну, а теперь, Жень, к вам вопрос. Все-таки, эта акция, с вашей точки зрения, что-нибудь дает полезного для людей, которые действительно вынуждены все время передвигаться в колясках? Я думаю, что эта акция направлена прежде всего не на людей на колясках, а на всех остальных, то есть на людей, которые могут сделать что-то хорошее, что-то позитивное для тех людей, которые находятся на инвалидных колясках. То есть больше это направлено на, может быть, на изменение менталитета вообще нашей страны, ну, начиная вот с Москвы, со столицы нашей Родины. Здесь вот на этих кадрах постоянно была видна та помощь, которую оказывают участники акции тем, кто передвигается на колясках. В обычной жизни вы сталкиваетесь с тем, что незнакомые люди просто на улице, если вы одна и на коляске, пытаются вам помочь, там, бросаются на помощь? Ну, так, чтобы прям бросались на помощь, конечно, такого нету. Люди реагируют иногда даже неадекватно. То есть, ну, мне кажется, это только нашей стране присуще, что люди сторонятся людей, не похожих на всех обычных людей, скажем так. Жень, ну, у нас 70 лет вообще в стране инвалидов не было, простите. Это да. Поэтому, конечно, непривычно пока еще. И причем это относится не только к инвалидам, это относится вообще ко всем людям, которые, ну, то есть, чем-то не похожи на основную массу, скажем так. Вот видно было на кадрах, как Фекли очень тяжело, действительно, физически тяжело передвигаться. Она потом нам показывала свои руки. Скорее всего, это были, конечно же, и мозоли за один час передвижения, сколько там выдвигались. Тебе приходится это делать каждый день, по несколько часов. Я понимаю, что, видимо, вот без юмора, о котором тоже говорила Аня Красильщик, просто, видимо, невозможно выжить в этом городе, в этой стране. Нет, ну, не то, чтобы невозможно. На самом деле, организм человека – это такое, просто это сногсшибательное, можно сказать, такое существо, которое может вынести любые трудности, главное – захотеть. То есть, главное – не замыкаться в себе, главное – не, ну, не знаю… Не впадать в уныние. Не впадать в уныние, главное – быть позитивнее, быть оптимистичнее, и именно смотреть на жизнь и добиваться тех целей, чего бы это ни стоило. Жень, вот… А ты в прошлом году, простите, просто ради, участвовала в акции в этой же самой? Нет, в прошлом году я слышала про эту акцию, но, к сожалению, меня не было в Москве. Конечно, если бы я была здесь, то обязательно бы участвовала. Просто в прошлом году как раз эта акция прошла не так мирно, как хотелось бы всем. Она, конечно, привлекла к себе внимание, но там были замешаны правоохранительные органы, и более-менее какая-то буча была, так как хороший информповод. Как ты считаешь, сегодня, ну вот сегодня поговорили здесь, сегодня там покажут еще в каких-то новостях, какой это вообще-то толчок даст эта акция, как что-то изменится, будут ли принимать дома уже, исходя из действительно тех СНИПов, которые должны там не только быть прописаны на бумаге, но и построены в этом доме? Ну, вообще у нас в стране все такое, нововведения идут очень туго и плохо, но все-таки по капле, я думаю, что нужно этим заниматься, то есть нужно приобщать людей, как можно больше людей, воспитывать новое поколение уже в каком-то другом ракурсе, нежели там более старые поколения. И я думаю, что со временем мы придем хотя бы к тому, что сейчас в Европе. То есть в Европе люди на колясках могут спокойно жить, самостоятельно, одни, передвигаться по городу, заезжать в любые места, которые им нужны. Для нас это пока что невозможно, и я думаю, что со временем мы приблизимся. Ну вот сегодня была эта акция, в основном, я так понимаю, упор делался на то, что нет пандусов, нет специальных подъемников, нет еще чего-то. С вашей точки зрения, Жень, это главная проблема или все-таки отношения окружающих? Отношения окружающих. Я думаю, что если изменится отношение окружающих, сразу же появятся пандусы, сразу же появится специальный транспорт для инвалидов. Ну, все изменится, главное изменить мозги, мне так кажется. А дело за малым действительно в этой стране. Спасибо большое. Спасибо.